Почему американцев должно беспокоить происходящее в Украине, президент Владимир Зеленский рассказал телеканалу Fox News, находясь в разбитом армии России здания, всего в нескольких километрах от позиции российских войск в Харьковской области. Путин никогда не остановится. Он пойдет через Восточную Европу, потому что он этого хочет. И большие потери вряд ли заставят российского диктатора Путина отказаться от имперских амбиций. Глава украинского государства напомнил, что в войне против Украины уже погибли более 400 тысяч российских солдат. Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Мы знаем об этом. Если сравнить количество убитых солдат, я бы сказал, что соотношение 1 к 5. То есть один наш солдат, убитый в бою, равен 5 российским солдатам. Это приблизительная статистика. Месседж Зеленского простой. Усмирить российского агрессора жизненно важно здесь и сейчас. А поэтому Соединенные Штаты не должны допустить ослабевания поддержки Украины. Киев нуждается в большем количестве оружия, в частности, дальнобойных ракетах. Мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Я не говорю, что мы просто остановимся. Нам нужно оружие большой дальности. Мы говорили об этом с конгрессменами. Я говорил об этом с президентом Байденом. Дальнобойные ракеты Атакамс с дальностью до 300 километров нам бы очень помогли. Касательно возможных переговоров с Россией, президент отметил, что Украина не хочет подписывать очередные минские соглашения и замораживать конфликт. Украинцы не намерены снова размениваться территориями за мнимый мир. Единственные приемлемые условия для Киева прописаны в формуле мира Зеленского. Тогда мы сможем искать дипломатический формат, как разговаривать с представителями России. Я считаю, что если нет никаких шагов, согласованных с другими партнерами, то вы не сможете ничего предложить Путину, потому что он ничего не захочет. Очень важный дипломатический путь – это соглашение с самыми важными странами, лицами, принимающими решения в мире на нашей стороне. И тогда, конечно, мы сможем начать дипломатические переговоры. В завершении Владимир Зеленский пригласил посетить передовую кандидатов президента США, в частности Дональда Трампа. По словам украинского лидера, чтобы иметь реалистичную оценку происходящего, нужно увидеть обстановку собственными глазами.